Доброй ночи всем, кто еще смотрит телевизор. С вами Александр Жостков. Жители Петербурга штурмуют выставку мексиканской художницы Фриды Кава, а москвичи за сутки накупили абонементов в филармонию на 90 миллионов рублей. Очередь на Серова закончилась, но похоже, это только начало. Судьи, знакомые лица, взгляды уж слишком серьез. Мы же не судьи, к чему ж так трудиться, мало ли кто с кем до слез. Культурные люди из очереди на Серова переместились в филармонию. Так происходящее в Москве объясняют в Министерстве культуры. За сутки было раскуплено три четверти годовых абонементов на концерты классической музыки. И опять очередь, скорая помощь и дежурные бригады МЧС. И вот счастливчики, наконец-то цели. Ради этого полуторачасового концерта люди готовы серьезно потратиться. Постоять в пробках и в очереди за билетами. Только везет не всем. Концерт уже начался, а до встречи с кассиром еще минут 20 ожидания. Мне сестра позвонила, говорит, хороший концерт. Приехали, думали мало народу. Многие берут сразу абонементы. Их количество тает быстрее снега на улицах Москвы. Абонементов к юбилею Сергея Доренского практически не осталось. Хотя программа начинается только в декабре. Услышать Шопена и Бетховена в исполнении Писарева и Мацуева дорогого стоит. И несмотря на то, что билеты действительно не дешевые, это значит, что все 1800 мест в зале будут заняты. Самый дорогой абонемент обходится в 8000 рублей. Сами сотрудники Московской консерватории объясняют уже отаж постоянно интересной программой. Истинные любители искусства боятся пропустить интересного исполнителя или композитора. Сегодня Малера играет, его вообще редко играют. Вот этого абонемента уже в следующем году не будет. К тому же 2016-й богат на круглые даты. Спрос подогревается грамотным маркетингом. Мы сейчас выпустили абонемент нового сезона. Он будет юбилейным. Этот сезон посвящен 150-летию Московской консерватории, которая отмечается в этом году. И мы видим, что существенно увеличились продажи по сравнению с прошлым сезоном. Если в джазе только девушки, то в консерватории сегодня в основном дедушки и бабушки. А раньше ходили по другим билетам. Ну, те, которые продают в кассе. А здесь мы пенсионные. Когда работала, тогда ходила реже. Когда вот на пенсию вышла, стала чаще ходить. Те, кто пришел по льготе и кто потратил на билет свои кровные, объединяет одно. Они считают музыку лучшим средством от скуки и депрессии. Мы сегодня вышли и счастливы. Владимир Сераухов, Михаил Четверяков. Главная тема. Тем временем Петербург не хочет отдавать звание культурной столице. Здесь свой повод для ажиотажа. Выставка самой известной мексиканской художницы Фриды Кава. 35 картин одного из самых эпатажных мастеров 20 века доставили в Петербург на четырех самолетах. Организаторы пообещали не допустить давки на выставке. Для этого они ограничили число билетов, которые продают ежедневно. В интернет-билетах также указывается примерное время посещения. Утро, день или вечер. О повышенных мерах безопасности задумались после знаменитой выставки Серова в Москве, когда замерзшие ценители искусства выломали двери в Третьяковской галерее. Выставку даже пришлось продлевать на неделю. В итоге ее посмотрели почти полмиллиона человек, что стало рекордом для Третьяковки. И сейчас специалисты пытаются разгадать, в чем секрет успеха этой и других выставок и бума в филармонии. Версии самые разные. Людям надоело вранье в средствах массовой информации. Им надоело вранье вообще в жизни. Им говорят одно, а они видят вокруг себя что-то другое. И они чувствуют потребность в чем-то подлинном. Продолжение следует...